Переведено и озвучено каналом Translated History при поддержке канала Flashpoint History. В 910 году король Альфонсо III буквально с ножом у горла был вынужден отречься от престола и разделить королевство Астурия на три части между своими сыновьями. Старший сын Гарсия получил Леон, второй сын Ордоньо Галисию, а младший Фруэлла саму Астурию. В 914 году старший брат Гарсия умер и Леон перешел к его среднему брату Ордонья II, который, чтобы заручиться поддержкой своего младшего брата, передал ему некоторые земли Леона. Затем в 924 году умер Ордонья и правителем вновь единого христианского королевства Испании стал Фруэлла II. Вот только теперь оно называлось королевство Леона и Астурия. Уважаемые зрители, этот цикл видео состоит из нескольких частей, поэтому, если вы не видели предыдущие части, то переходите по ссылке в правом верхнем углу или описании к ролику. А чтобы всегда быть в курсе событий нашего канала, подписывайтесь на группу в Телеграме и группу ВКонтакте по ссылке в описании к видео. Также, по многочисленным просьбам, я снова начал делать переводы видео про поход Ганнибала в Италию и другие англоязычные видео по истории. Поэтому, если вы вновь хотите наслаждаться топовыми и интересными переводами, то подписывайтесь на наш канал в Бусти по ссылке в описании к видео. Позже, в XI веке, хронисты напишут множество трудов, чтобы утвердить превосходство Леонской монархии в истории. Некоторые даже озаботились созданием поддельных документов и генеалогий, чтобы удревнить королевство и связать его с великими героями древности. Цель этих хронистов была одна – развить сюжет великого противостояния между христианами и мусульманами на землях Испании. В этих историях активно использовались библейские герои и аллюзии на моменты священного писания. Способ же подачи текста был очень апокалиптическим. В общем, основной сюжет был очень прост. Испания теперь становилась новым Израилем, а христиане, населяющие ее, превращались в избранный народ, который был низвергнут мусульманами за свои грехи. Теперь, столкнувшись с этим испытанием, они должны были развить в себе христианские добродетели и благочестие, чтобы вести ожесточенную борьбу с силами зла, низвергнуть неверных и вернуть всю Испанию в лона христианского мира. В общем, именно в этот период были заложены идеологические основы реконкисты, которые будут подогревать рвение всех христиан Испании вплоть до полного отвоевания полуострова. Теперь давайте немного поговорим о самом Леоне, как вообще появилась эта точка на карте. Думаю, все уже догадались, что он, как и другие крупные города Европы, был основан римлянами. В 29-м году до нашей эры в этой местности был разбит лагерь солдат римского 6-го победоносного легиона Виктрис. К 74-му году нашей эры он был объединен с лагерем 7-го легиона Гемина. Современное же название Леон является производным от латинского слова легио, легион. Впоследствии город стал штаб-квартирой этих легионов, а затем центром торговли золотом, которое добывалось совсем рядом. В 540-м году город был захвачен Вестготами и вошел в состав Вестготского королевства. В 717-м году Леон был захвачен Маврами, а через 30 лет его отбили христиане и включили в состав королевства Астурия. Пока в 924-м году он не стал столицей нового королевства Леон и Астурия. Теперь, как вы думаете, с чего началась история нового королевства? Ну, как вы считаете? Правильно, с династической войны. Дело в том, что первый король Леона Фруэлла II проправил всего лишь один год, и после своей смерти в 925-м году его место занял его сын Альфонсо Фролайс. Вот только сыновья его дяди Ордония II, Санча, Альфонсо и Рамира предъявили свои права на престол, ссылаясь на то, что их двоюродный брат узурпировал этот престол. В общем, братья успешно отвоевали корону Леона и разделили земли между собой, и стали друг другу вассалами и сюзеренами. Правда, потом среди этих бездетных монархов началась череда смертей. Сначала умер старший брат, потом жена короля Леона Альфонсо, и тут он решил отречься от престола в пользу своего младшего брата Рамира II, а сам удалился в монастырь Саагун. Правда, потом он решил дать заднюю и поднять восстание против младшего брата, но потерпел неудачу и вновь был отправлен в монастырь. Таким образом, в 931 году Рамира стал королем Леона, который создал династию, правившую на протяжении нескольких веков. И именно он начал активное наступление на северные земли мусульман. А в это время, на юге, халифом Кордовы был никто иной, как Абдаррахман III, который решил привести христиан в чувства и в 939 году повел огромную армию на север. Он был настолько уверен в победе, что лично вел свою армию в бой. Ранее Абдаррахман III объединил все мусульманские земли Аля-Андалусии и одержал ряд побед над христианами. Во время последней кампании он сжег Памплону и разгромил объединенные силы Леона и Навары. Сейчас же он просто хотел добить истекающего кровью противника. Однако, Рамира II был не из робкого десятка и выступил навстречу армии противника. Правда, он был не только смелым, но и хитрым парнем. Вместо атаки в лоб он решил устроить засаду около города Симанкас, куда и попала вся армия мусульман. В ходе кровопролитного сражения христиане буквально уничтожили мусульманскую армию, а сам халиф едва избежал гибели. После этой победы мусульмане в ближайшие несколько лет прекратят набеги на земли Леона. Это позволит христианам заселить пустующие земли вдоль северных границ халифата в районе реки Дуэрта. Всего за несколько лет эта пустошь заполнится замками, городами и мелкими фортами, которые превратятся в настоящую стену, отделяющую внутренние земли христиан от атак мавров. И тут стоит отметить, что разбитый ранее Абдарахман III был очень сильным противником. Да, если вы думаете, что победа при Симанкасе была легкой летней прогулкой, то вы ошибаетесь. Абдарахман III стал правителем Кордовы в 912 году. И по старой кордовской традиции после его восхождения на трон началась война всех со всеми. На протяжении первых десяти лет его правления он гонял свою армию по всему Эмирату, подавляя восстания и уничтожая претендентов на власть. В конце концов, он победил всех врагов, а в Эмирате началась эпоха процветания. В 929 году он объявил себя повелителем правоверных и провозгласил себя халифом, превратив Кордову из Эмирата в халифат. Также во время его правления Аль-Андалуся превратилась из региональной державы в одного из главных игроков в международной политике средневековой Европы. В этот период Кордова была наравне с Константинополем, Багдадом и Священной Римской империей. Причем, именно Абдаррахман III установил дружеские и теплые отношения с Византией, которое присылало в Испанию множество даров, дипломатов и даже ученых. Кстати, если вам когда-нибудь удастся посетить главную мечеть Кордовы, то знайте, что надписи и рисунки сделаны византийскими мастерами, как и мозаика, которая вся была привезена из Константинополя. Еще при Абдаррахмане III была создана библиотека Кордовы, где по разным свидетельствам было около 400 тысяч книг. В общем, в X веке Кордовский халифат господствовал на Пиренейском полуострове, жестоко подавляя восстания, когда это было необходимо, и наводя ужасно христианские королевства на севере, периодически устраивая на них набеги. Впрочем, после битвы при Семанкосе и заселения долины реки Дуэрта, эти набеги сократились и вплоть до конца X века не представляли большой угрозы для леонцев. Однако, в 976 году к власти в Кордове пришел Хишам II, и тут ситуация сильно изменилась. Почти 10 лет молодой халиф укреплял свою власть, и, наконец, в 985 году он начал новую кампанию против христиан. Сначала мусульмане взяли Барселону, а в 997 году разрушили главную святыню испанских христиан – церковь Сантьяго в Компостеле. В результате этой кампании было почти полностью завоевано королевство Леон. Из христианских территорий независимо сохранили только часть Астурии, Галисии и некоторые районы Кастильи. Таким образом, Хишам II почти полностью завоевал непокорный христианский север, но пока халиф воевал с неверными, в его тылу начались восстания. Поэтому ему, как и его предшественникам, пришлось бегать по всей стране и подавлять эти восстания. Однако тут он потерпел неудачу и не смог удержать власть, что привело де-факто к безвластию. Смута продлилась 20 лет, и за это время на троне Кордовы сменилось целых 10 правителей. А в 1031 году Кордовский халифат окончательно рухнул и распался на несколько десятков независимых эмиратов. А пока агонизирующий халифат крошился на части, у христиан снова появился шанс отвоевать себе всю Испанию. И одно маленькое королевство на северо-востоке полуострова решило воспользоваться этим шансом. Уважаемые зрители, большое спасибо, что смотрите мой канал. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и самое главное подписываться на него, чтобы не пропустить новые видео. Также я благодарен всем тем, кто поддерживает меня донатом по ссылке в описании к видео. Еще раз большое спасибо за просмотр и вашу поддержку.